Какие симптомы указывают на отравление? Среди характерных признаков, слабость, дрожь, обильное слюнотечение, рвота, понос, судороги, болезненные ощущения в области живота, поверхностное учащенное дыхание, угнетенное состояние или же, напротив, сильное возбуждение. Если эти симптомы появились внезапно и усиливаются с каждой минутой, скорее всего, ваш питомец отравился. Учтите, что крайне желательно оказать первую помощь собаке при отравлении в течение 30 минут. В течение часа-двух ядовитые вещества могут полностью всосаться в кровь. Тогда помочь питомцу будет гораздо сложнее, потребуются процедуры в хорошо оснащенной ветклинике. Воздействие некоторых ядов на организм становится заметным не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Крысиный яд подавляет выработку витаминок в организме и нарушает таким образом свертываемость крови, но кровяные выделения и явно болезненный вид питомца могут возникнуть только через 3-5 дней. Чтобы оказать первую помощь собаке при отравлении, прежде всего вам надо успокоиться. Ваша задача – быстро провести манипуляции, которые облегчат состояние пострадавшей собаки, и доставить питомца в ветклинику или же вызвать ветврача на дом. Если вы очень далеко от ближайшей ветклиники, оказывайте помощь вашему подопечному под руководством вашего ветврача, общаясь с ним по телефону или видеосвязи. Шаг 1. Вызовите рвоту при помощи обильного питья и надавливания на корень языка. Поите собаку водой при помощи шприца без иглы или спринцовки. Следите, чтобы ваши пальцы оставались снаружи челюстей собаки при отравлении на фоне плохого самочувствия и стресса, возможна агрессия, укусы. Вызывайте рвоту не более двух раз. Не кормите собаку при отравлении, давайте пить воду и ацербенты. В аптечке питомца всегда должны быть пробиотики, например, проколен. Они помогут нейтрализовать действие токсинов внутри организма. Если есть подозрение, что вы имеете дело с отравлением средством с содержанием кислоты, щелочи, вызывать рвоту не нужно. Повторное прохождение этих веществ через пищевод вызовет химический ожог. Шаг 2. Свяжитесь с ветеринарным специалистом. Сделать это нужно в любом случае, даже если вам кажется, что состоянию собаки ничего не угрожает. Подробно расскажите ветврачу о том, что случилось с собакой и какую помощь вы оказали. Если у вас под рукой образец яда, допустим, в случае отравления бытовой химией, его нужно взять с собой в ветклинику, чтобы специалисту было проще определить характер отравления и требуемый антидот. К ветеринарному врачу непременно нужно обратиться еще и потому, что симптомы, которые, казалось бы, говорят об отравлении, могут совпадать с симптомами при попадании в организм собаки инородного тела. Еще и поэтому важно не предпринимать глобальных мер, пока питомца не осмотрит ветврач. Даже при легком отравлении питомцу необходима терапия для восстановления работы сердца, почек и других органов. Оценить состояние здоровья собаки и прописать медикаменты может только ветеринарный врач. Важно как можно быстрее оказать помощь. Заранее позаботьтесь, чтобы контакты ветеринарного врача или клиники были на видном месте и внесите их в ваш телефон. При отравлении нельзя давать собаке противорвотные препараты. На первом этапе наша задача как раз вызвать рвоту, а не остановить ее. Важно знать, как оказать помощь собаке при отравлении. Но еще важнее не допустить попадания ядовитых веществ в организм домашнего любимца. Непременно отучите своего подопечного подбирать что-либо на улице. Есть питомцы, которые обожают пылесосить пространство вокруг себя, но на улице им попадется в лучшем случае червивое яблоко. На начальном этапе можно обезопасить собаку при помощи намордника. Отрабатывайте с питомцем команды «фу!» и «покажи». Изучите статьи и обучающие видеоролики от специалистов по дрессировке и коррекции поведения собак, чтобы сделать ваши с питомцем занятия более эффективными. Поверьте, уже скоро необходимость в наморднике отпадет. Если занятия с вашим подопечным не увенчаются успехом, всегда есть возможность обратиться за помощью к профессионалам, кинологам и зоопсихологам. Если вы на прогулке заметите, что питомец все же подобрал что-то с земли, лучше перестраховаться, а не ждать симптомов отравления. В доме прячьте от питомцев бытовую химию. Ловушки от муравьев и прочих незваных гостей ставьте там, куда собака не сможет залезть или пробраться. Старайтесь, по возможности, вовсе не использовать химические чистящие средства, которые могут вызвать аллергию или отравление у домашних питомцев. Помните, что любопытство собак безгранична, всегда убирайте подальше лекарства. Перекройте доступ к мусорному ведру. Не давайте собаке свою пищу, человеческая еда не подходит питомцам и может спровоцировать расстройство пищеварения. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам подготовиться к любым внезапным ситуациям, а еще лучше, предотвратить их. Желаем здоровья вашим домашним любимцам. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк.